Друзья мои, я вас приветствую. Компания ArtStroy совместно с дизайнером Алена Гаценко завершил еще один прекрасный проект. Мы сейчас вам его покажем. Друзья, мы вас приветствуем. Находимся вместе с нашим дизайнером Алена Гаценко на завершенном объекте. ЖК «Солнечный остров», 100 квадратных метров, «Неоклассика». Погнали! Квартира предназначена для семьи с двумя детьми. Сейчас мы находимся в общем коридоре, площадью 14 квадратных метров. По этой стороне у нас расположены спальни. Две отдельные детские комнаты и хозяйская спальня. Здесь в коридоре общая гардеробная комната, площадью 4 квадратных метра для всей верхней одежды и хозяйственных принадлежностей. Мы с вами попадаем в кухню, светлую, просторную. У нас здесь были сложные решения, так как есть вентиляционная шахта и как-то нужно было ее скрыть. Наш дизайнер придумал красивую конструкцию. Мы обыграли это все панелями кухонными. Соответственно, здесь у нас два больших холодильника, духовые системы. И дальше пошла рабочая зона с обеденной зоной, с прекрасным видом на озеро. Гарнитур мы выполнили в белом цвете. Он смотрится очень парадно и красиво. Вся мебель встроенная с верхним ярусом на кухне. Также здесь мы сделали барную стойку для того, чтобы можно было по утрам пить кофе и смотреть на красивый вид. Хочу обратить ваше внимание на наши примыкания различных материалов. Такие как подштурные ниши, карнизы, обклады дверей. Все выполнено точно и идеально. В кухне у нас установлен диванчик. Можно на нем комфортно посидеть. Если будет какая-то у вас долгая готовка, очень удобно присесть и отдохнуть. Также мы очень красиво задекорировали эту стенку. Далее по коридору мы можем пройти с вами в санузел. Здесь расположился санузел с ванной комнатой, где мы использовали керамогранит метр двадцать на шестьдесят красивого лаконичного цвета. Здесь вы можете видеть раковину с каменной столешницей, саму ванну, стеклянную перегородку. Все это мы изготавливали сами и, соответственно, монтировали. Удобная, просторная ванна для наших заказчиков. По дизайн проекта здесь у нас парящий потолок. Мы смонтировали его с подсветкой, что придало к помещению более просторный вид. Площадь этой ванной комнаты четыре квадратных метра. Поэтому мы здесь все очень компактно установили. Сделали мебель на заказ, чтобы было все очень функционально. С этой стороны, например, раковина. А вот с этой стороны мы установили закрытый шкаф для бытовой химии и открытый шкаф для декора. Следующее помещение – это санузел. Здесь у нас инсталляция с подвесным монетазом. Такой же керамогранит метр двадцать на шестьдесят. Так как здесь мало места, нам нужно было разместить раковину. Поэтому мы изготовили ее по индивидуальному заказу в наших размерах и разместили в этом углу. Здесь у нас расположился инженерный шкаф. В котором у нас идет гребенка отопления, водоснабжения. Плюс водонагреватель на то время, когда отключает воду. Система безопасности протечки от воды. И также система фильтрации и регулятора давления. Фишкой этого туалета являются две подсветки справа и слева. Мы сделали там специально приглашенный свет для того, чтобы было комфортно находиться в данном помещении. Мы с вами попадаем в спальню. Здесь мы использовали три цвета. Синий на стенах, серый и белый на потолке. Также здесь расположили разные системы освещения. На потолках это трековая система. На стенах у нас есть бра и отдельно стоящий торшер. Помимо интересной покраски в синий и серый цвет, мы выполнили дополнительно эти же оттенки на мебели. Мы сделали шкаф в двух цветах, синий и белый. Сделали вот такие интересные черные ручки. Искали их очень долго, но все-таки нашли. Все было выполнено по визуализации. Вот такой вот результат у нас получился. Хозяин этой комнаты – школьник. И мы решили над кроватью расположить картины с изображением его любимых супергероев. Ребенок был в восторге. Для того, чтобы кондиционер лаконично вписался в дизайн, мы покрасили его в черный цвет. Здесь расположен у нас подшторный ниша со шторами blackout и выход на балкон. На этом балконе расположена учебная зона для двоих детей. Здесь расположен вместительный шкаф, в который поместятся все учебники для двух школьников, а может даже больше. Вторая спальня. Спальня для младшего ребенка. Как вы видите, примерно похожее сочетание цветов. Здесь у нас на стене декоративное панно, которое клеилось одним рулоном. Что повышает сложность монтажа. Также использовали лаконичные красивые цвета в покраске. Это светло-серый и потолок белый. Для циркуляции воздуха и его очистки установлен бризер. Он установлен во всех комнатах. Здесь он также около окна. И здесь будет приятно, комфортно спать, располагаться, делать свои дела. В этой детской комнате для младшего ребенка мы сделали кровать с размером спального места 1,20 на 1,90 м. Для ребенка это будет очень комфортно. Также мы здесь поставили рабочий стол. Здесь можно, пока ребенок маленький, просто рисовать. Далее это можно превратить в полноценное рабочее учебное место. Конечно же, здесь мы сделали встроенный шкаф-купе для одежды. И остается пространство, где ребенок может играть. И последняя спальня – спальня заказчика. Здесь расположена большая кровать, зеркала, подвесные элементы, такие как шкаф с парящими дверьми. Расположили большой телевизор. Все выполнено в едином стиле. Занавесы перекликаются с изголовьем кровати. Также у нас здесь красивое постельное белье. И очень интересный цвет, выбранный над изголовьем кровати, который сам заказчик определил. Все зеркальные элементы выполнили под заказ нашими силами. Смонтировали все очень красиво и идеально. В мастер-спальне мы нашли замечательный уголок для туалетного столика. Мы сделали там большое зеркало, много мест хранения для косметики. И это такой благоприятный уголочек, просто рай для женщины. Про кровать немножечко тоже расскажу, про размер спального места. Размер матраса 2 на 2 метра. Он гармонично сюда вписался. Кровать не смотрится громоздкой. Она смотрится достаточно легкой и эффектной. Здесь мы сделали декоративную подсветку штор. Помимо основного освещения, люстры, бра, точечные светильники. Изюминкой дальней комнаты считаются раздвижные шторы, при открытии которых мы попадаем с вами в столовую с прекрасным видом на солнечный остров. И выходя из хозяйской спальни, мы попадаем в столовую, просторную и светлую. Здесь у нас смонтированы панорамные окна. Различные системы отопления, такие как вертикальные дизайнерские радиаторы и внутрипольные конвекторы. Столовая – это место сбора всей семьи, поэтому мы сделали отдельно. Здесь мы установили телевизор, камин для того, чтобы можно было проводить прекрасные вечера. Здесь у нас располагается кухня. Очень удобно. Без двери можно попасть в кухню и в столовую. Хочу обратить ваше внимание на зону ТВ с камином. Здесь у нас керамогранит, запилы под 45 градусов. Все сделано идеально и красиво. У нас было техзадание – смонтировать телевизор в нишу по точным размерам. Все зазоры соблюдены, мы не делали слишком широко, чтобы все смотрелось лаконично. Снизу у нас расположен биокамин с настоящим огнем. В прохладные вечера при зажженном огне очень уютно находиться в данном помещении. Мы вместе с Аленой показали вам готовую квартиру. Когда вы захотите сделать ремонт, вы можете смело обращаться к нам. Алена нарисует вам изумительный дизайн-проект, а мы его реализуем. Продолжение следует...